Без малого год назад я выпустил видео с моим видением события падения клана Учиха. Ролик крайне успешен, а самое главное очень обсуждаемый. И вот сегодня хотелось бы несколько дополнить то видео, а именно рассмотреть самые популярные предложенные версии избежания этого конфликта. Я возвращаюсь к старой теме и даже к старому ролику не от кризиса идей. Напротив, планов именно по Наруто не та чтобы много, но одна задумка грандиознее другой. Поэтому я просто не рискую за них пока что браться. Просто мне очень интересна эта тема. И вот наконец-таки нашелся повод еще раз о ней поговорить. Ну и оригинальный ролик посмотреть, конечно же, стоит. Серьезно, это очень важно для понимания того, о чем я буду говорить далее. И, естественно, взгляд на всевозможные варианты решения этой проблемы, это, конечно же, мое имха. И поскольку я-то уже знаю, чем закончится этот ролик, то со многим вы, очевидно, не согласитесь. Но я постараюсь донести до вас свою позицию максимально полно. А за сим погнали. Раньше я был молодой и глупый, поэтому оригинальная схема течения конфликта, которую я составил в прошлом ролике, не сохранилась. Так что вот ее воссозданный и несколько упрощенный вариант. Стоит понимать, что исключительно по моему мнению, основная плоскость для решения проблемы находится здесь. От момента атаки Лиса на Каноху до прохождения точки невозврата. Точка невозврата, если вы все-таки не посмотрели оригинальный ролик, это момент, когда восстание стало неотвратимо. Начиная с этого момента, Фугаку утратил возможность пресечь его внутри клана. Так как другим у Чихо уже было неважно, кто их поведет вперед. А если лидер откажется, то его свергнут и изберут нового. Хирузен же полностью потерял контроль над ситуацией. Так как совместно с Шисуи пришел к решению о том, что действенным методом будет применить кота Амацуками на Фугаку. Хотя, как мы выше убедились, это не решало проблему. И раз Хирузен этого не понимал, то и ситуацией он более не владел. И правильнее сказать, что неотвратимым было даже не восстание, а гражданская война. Так как очевидно, что весь совет Канохи не сдался в обезбое. Ведь о грядущих событиях они были осведомлены. И в силу этого втянута, казалось бы, вся деревня. Также нужно понимать, что у нас здесь не влажный альтернативный сюжет. Где мы вольны играть с личностными качествами, характерами и иными характеристиками персонажей. Определенные послабления, естественно, будут. Но Данза не может резко стать добрым продавцом сахарной ваты. А Хирузен в одночасье не превратится в решительного Тобираму и далее по списку. Предлагаю выстроить эдакую цепочку действенных и не очень решений на основе моих мыслей и предложений от комментаторов. Изначально основной проблемой стала отнюдь не нерешительность Хирузена. И не стереотипное мышление Данза. Самая большая проблема – это отсутствие информации о происшествии. И как итог, каких-либо оснований для прекращения подозрений в причастности к нему Учих. Как я и сказал, мы не выходим за рамки реальных черт персонажей и их знаний и возможностей. Поэтому узнать, что это был Обита в тех условиях просто нереально. И что делать? По мнению многих, в том числе и меня, необходимо было как минимум раньше начать вести диалог с Учиха. Буквально сразу после атаки Лиса. Безусловно, сделать это корректно. Не ставя ультиматум, мол, либо доказывайте невиновность, либо вырежем клан под ноль. Нет. Но все же, открыто высказать опасения и начать вести диалог стоило. Я же разовью эту идею. После начала диалога следовало подключить Учиха к расследованию, ссылаясь на их компетентность в этом вопросе. Мол, исключительно совместными усилиями сможем установить причины случившегося и найти предателей с клана, если таковой, конечно, имеется. Очевидно, что это не свело бы полностью напряженность на нет. Учиха понимали бы, что сделано это не только из-за их познаний в контроле над Биджу, но и чтобы их самих контролировать и, видя расследование о происшествии, копать также и под них. Недоверие росло бы. На зубах у лидеров обоих сторон конфликта оставалось бы оскомино. Но в общем и целом, для большинства это выглядело бы как реальное участие Учих в решении проблемы. Но что дальше? Как уже отмечалось, выше головы не прыгнуть. Истину на данном этапе не установить. Прекратить расследование и оставить всё как есть? Если так, то мы всего-навсего вернёмся к основному течению конфликта. Ведь там тоже из-за отсутствия информации о виновнике происшествия всё пошло на самотёк. Допустим, всё так и пошло. Допустим, мы даже подобрались к точке невозврата максимально близко. Всё уже кипит, но крышку пока не сорвало. Так вот, в таких условиях предлагался вариант с договорённостью об уходе Учиха из селения. И очень маловероятно, что это помогло бы решить проблему. Начнём с того, что сами Учиха не хотели покидать Каноху. Да, когда недовольство достигло пика, они хотели свергнуть руководство, но отнюдь не уйти из деревни. И дело даже не в том, что это уход из места, где успело родиться несколько поколений клана. Традиции для Учиха, возможно, важнее, чем для любого другого рода. Но всё куда более прагматично. Уйдя из Канохи, чем они будут питаться? Сами начнут возделывать поля и выращивать скот? Едва ли. Ведь они, в первую очередь, шиноби. Да и где они будут жить? На территории страны Огня, но не под властью Канохи? Это необходимо скреплять договором с Даймю. Как-то оформлять их обособленный статус. Возможно, даже получится сделать их эдаким автономным элитным подразделением, подчиняющимся лично правителю страны, а не Хакаге. Двигаясь в этом направлении, на самом деле можно начупать успешный исход, но едва ли он будет стопроцентным. Нужно согласование между всеми тремя странами. Но, как я и отметил выше, Учиха не хотели покидать Каноху. Какие бы шикарные условия для них не создали, это будет сродни ссылке. И самый очевидный вариант, что такое решение верхушки Канохи и станет конечным поводом для восстания. Менее вероятно, что Учиха все же согласятся уйти, но лишь за тем, чтобы расширить масштабы своего восстания от одной деревни до целой страны. Столь же маловероятен и вариант, что Учиха все же проглотят ком злобы и согласятся с решением. После чего продолжат мирно жить за пределами Канохи. Но давайте вернемся к изначальному вопросу. Где жить и на что жить? Допустим, как предлагали некоторые комментаторы, Учиха отправили на вольные хлеба в принципе куда угодно, даже за пределы страны огня. И естественно опустим вариант, что это стало бы поводом для восстания. Это мы уже только что разобрали. Предположим, что Учиха согласились. И что же дальше? А дальше крах Канохи. Будучи шиноби, они не особо могут в другое ремесло. И как минимум у нас бы появилась самая могущественная организация наемников, которая едва ли стала работать с Канохой, пометуя о прошлых обидах. А как максимум и что куда более вероятно, им бы предоставило убежище другое селение. До союза шиноби еще далеко. От любой искры может разгореться новая мировая война. А тут у вас в распоряжении один из сильнейших кланов в мире, знающий тонкости обороны вражеской скрытой деревни. Такой возможностью захотят воспользоваться все страны. И естественно, руководство Канохи как минимум допускает такое течение событий при выборе варианта с высылкой Учиха из деревни. И как мы видим, во всем этом руте только один исход маломальски хороший, отчего вся эта цепочка, увы, но не является позитивным вариантом решения проблемы. Что ж, давайте оставим вариант с исходом Учих из Канохи. Было много предложений по, скажем так, их задабриванию. Один из таких вариантов – это верить Наруто на воспитание Учихом. Ударяться в альтернативные истории мы не станем, посему даже не имеет смысла пытаться решить, будет ли этот вариант позитивным или же негативным. Очевидно же, что подозреваемым в нападении Лиса на Каноху, тем, с кем вот-вот разразится конфликт, не отдадут на воспитание джинчурики Девятихвостого. Ведь это все равно, что вложить в руку убийцы пистолет. Другой вариант из этой же стези – это всякого рода уступки. Если речь идет о возвращении поместья на прежнюю территорию и определенном послаблении, в частности не ограничивать Учиха службой в полиции, то это вполне выполнимо. Но беря во внимание близость точки невозврата, едва ли они на этом остановились. Аппетиты Учиха возросли, и помимо вышеозвученного, предлагалось также назначить кого-то из них Хакаге. Определенно, это могло разрешить конфликт, но лишь при условии одобрения общественности в лице лидеров других кланов Союза Джоунинов и так далее. Ведь променять один очаг восстания на другой – затея не из лучших. Отчего этот вариант с натяжкой приемлем, но все же крайне маловероятен. Ведь беря во внимание царящую атмосферу, другие маломальски посвященные жители селения восприняли бы это как узурпацию, а Учиха на данном этапе конфликта требовали хлеба и зрелищ. Ну и полностью браковать эту затею так же не будем. Все же, пока еще Фугаку мог осадить красноглазых до состояния полного успокоения. Но вернемся же к самому первому варианту. Что если продолжить как-то искать пути решения проблемы, вместо того, чтобы пустить все на самотек? И знаете, один из комментаторов буквально прочитал мои мысли. Если мы допустим, что Учиха не Юлили, а на самом деле пытались найти решение проблемы, тем самым сняв себе подозрения, то Хирузен заметил бы это. Но виновник так и не установлен. А, собственно, зачем нам правда, когда можно солгать? И какая разница, здесь ли или же потом, когда будет сформирована легенда о юном Учихе, что решил проверить свои возможности и вырезал весь свой клан? Самый действенный метод отвлечь внимание от внутренних проблем, это найти врага вовне. Особенно, когда у тебя четыре таких врага, не считая всякие там скрытые дожди. Да, перемирие было только-только достигнуто, и воевать никому как бы и не надо. Но так и не валите на кого-то конкретного. Да, подлинно известно, что враг был извне, но кто это конкретно, не установлено. Из-за этого удар нужно ждать отовсюду, сплотимся же во имя Канохи, усилим нашу оборону и прочая плюс мораль, чтобы заставить немного позабыть о внутренних терках. В таких условиях и выбор пятого Хакаги будет смотреться очень даже неплохо. Хирузен исполнил роль в Рио в трудный период. Вроде бы и деревню отстроили, вроде бы и установили, что опять враги проклятущие к нам лезут. А что не установили, кто это конкретно, ну так еще один повод, чтобы избрать нового главу, а то старый опять не вывозит. Очевидно, что допускать Данзо и кого-либо еще из его протеже не вариант. Он, в отличие от Хирузена, едва ли успокоился. И на этом фоне Фугаку начинает казаться действительно достойным кандидатом, особенно если он свой шеренган использовал не для злостных взглядов на совет Канохи, а ведя с его помощью расследование. Иными словами, вполне заслужил. Да еще и доблестный глава полиции, герой войны и вот это вот все. И именно этот вариант лично мне симпатизирует более всего. Конфликт пресечен на достаточно ранней стадии. Хирузен, который независим от обстоятельств, уже исчерпал свой лимит, отправлен на отдых. Пыль в глаза пустили, и теперь народ не смотрит косо на учих. И даже становление Фугаку-Хакаги в такой последовательности смотрится весьма логично. К слову, почему Фугаку, а не Итачи или же тот же Шисуи? Симпатии симпатиями, но все же смотреть на проблему нужно без розовых очков. Даже на момент резни, что было позже текущего Руто событий, Итачи слишком юн. Мыслить как Хакаги и быть Хакаги – это разные вещи. Наруто был сильнейшим в селении и обожаемым героем, но в Хакаги подался, лишь получив определенные опыты знания. Это же касается и Итачи, да и того же Шисуи. Да и едва ли у 12-летнего юнца есть авторитет, сопоставимый с лидером клана. Это решение никто бы не одобрил. А тот же Шисуи предложил Хирузену бесполезный вариант для решения проблемы. Это к вопросу о его компетентности в качестве Хакаги на момент прохождения точки невозврата. Были варианты назначить кого-то из них преемником, что говорится, на вырост. Мол, пока Хирузен регент, а по достижении энного возраста тот же Итачи станет Хакаги. Абсурд. На такой шаг, естественно, никто не пойдет. Максимум, что можно было сделать, так это помогать Итачи реализовать свой потенциал. Того же Конохамару с детства готовили к великим свершениям. И нечто подобное можно было провернуть и с Итачи, но явно не назначать его заочно Хакаги. Чуть ли не каждый третий предлагал еще убить Данзо, но помогло бы это едва ли. До атаки Лиса у Учих на это не было причины. После же, неважно в какой момент это случилось, это бы восприняли не иначе, как акт агрессии Учих. И вот тут уже Хирузен не смог бы бездействовать. Даже если бы Свет не вел Кучиха, даже если бы это сделал гениальный Шисуи или еще более гениальный Итачи, то Учиха все равно бы были первыми, кого начнут подозревать. Как то было в случае с Лисом, а в данной ситуации у них еще и мотив для этого есть. Сам же Хирузен на такой шаг не пошел бы, ведь, как я и сказал, не впадаем в фантазерство. Он, после уничтожения целого клана, лишь распустил корень Данзо, который на деле никуда не делся, и Хирузен был об этом более чем осведомлен. Так что об убийстве речь идти не может. Были и другие предложения, но они куда менее дельные, а зачастую даже более абсурдные и наивные, чем Наруто в клане Учиха и Итачи пятой Хакаги в 12 лет. Так что их я даже не брал к рассмотрению. Были также идеи и о том, как можно было в принципе не допустить этот конфликт. Но тут опять же все сводится к слишком сильному переписыванию истории, сопряженному с изменением многих характеристик. И это мы, пожалуй, ставим для мейкеров альтернативных сюжетов. А о том, почему после прохождения точки невозврата выбраны Итачи путь, это, как по мне, самый лучший из общей массы худших решений, я рассуждал в оригинальном ролике, который самое время посмотреть, если вы этого не сделали перед просмотром данного видео, но уже спешите написать, что вместо убийства клана Итачи должен был убить Херузена и так далее. Ну что ж, друзья, такое вот дополнение к ролику годичной давности. Напоминаю, что с недавних пор я провожу стримы, как на Ютубе, где мы читаем мангу, так и на Твиче, где мы смотрим аниме. Чтобы не пропустить трансляции, я рекомендую подписаться на Твич, а также на группу ВКонтакте, ведь там и заодно в сообществе на Ютубе я буду делать анонсы о грядущих трансляциях. В свою очередь, чтобы не пропустить посты в сообществе, неплохо бы подписаться на канал и, конечно же, нажать на колокольчик. Для тех, кто хочет материально поддержать мой канал, появилась функция спонсорства, которая включает в себя в том числе и ранний доступ к новым роликам. Ну а вообще, как я уже многократно повторял, самой лучшей поддержкой будет, если вы поставите лайк, напишите комментарий о ролике в целом, а также о выбранной мною теме. И самое главное, поделитесь этим роликом со своими друзьями, а также перед просмотром отключите AdBlock. Вот это действительно самая лучшая поддержка моего канала. Ну и на этом, пожалуй, всё.